Здравствуйте! Вы смотрите новости. Я Михаил Силантьев. Коротко о некоторых темах выпуска. Южно-Схолинцев приглашают пройти диспансеризацию в центральной поликлинике. Все процедуры бесплатные. В этом году стандартный перечень расширен дополнительными исследованиями по репродуктивному здоровью. Я и Галентипов расскажу вам об этом подробнее. Загородный дом – мечта многих. Но когда дело доходит до ее воплощения, можно столкнуться с рядом проблем, от которых никто не застрахован. Истории сахалинцев, которые столкнулись с недобросовестным застройщиком, расскажем через несколько минут. Ребята из реабилитационного центра «Маячок» активно помогают фронту. Воспитанники плетут маскировочные сети, пишут письма солдатам и изготавливают окопные свечи. Подробнее расскажу вам я, Елена Лим. Губернатор Валерий Лимаренко встретился с членами общественной палаты Сахалинской области. Одной из обсуждаемых тем стал вопрос социализации военнослужащих, которые возвращаются из зоны проведения специальной военной операции и нуждаются в реабилитации и помощи в дальнейшем трудоустройстве. Вы знаете, специальный фонд создан. Фонд защиты Николаевской области. Я считаю, что это один из лучших фондов региональных. Есть специалисты. Во-первых, туда набрать людей, которые имеют отношение прямое к нашим бойцам. Обращается общественная организация в связи с тех воинами, которые вернутся вам. Ребята, которые будут заниматься, помогать в Северном Киевской обходить в мирную жизнь. Все вопросы общественников в главе региона взяты на контроль и будут проработаны в ближайшее время. Мужчины и женщины от 18 до 49 лет приглашают пройти обследование для оценки репродуктивного здоровья. С этого года решением правительства России в диспансеризацию включен дополнительный скрининг для улучшения демографической ситуации. Все исследования бесплатные. Игорь Антипов подробнее. Если вам от 18 до 39 лет включительно, то диспансеризацию нужно проходить раз в три года. После 40 каждый человек должен делать профилактический медосмотр ежегодно. Как всегда при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Не шалит ли давление, не мучают ли боли? Через десятки врачей узких специальностей центральной поликлиники в прошлом сезоне прошли 52 тысячи южно-схолинцев. На ранних стадиях выявлять какие-то определенные заболевания, если не есть у пациентов. И контролировать уже выявленные хронические заболевания. Из нового введения у нас появилась диспансеризация по репродуктивному здоровью. С каждым проведут анкетирование. У потенциальных матерей мазок возьмет акушер-гинеколог. А без пяти минут отцов просят лечь на кушетку. С помощью ультразвука все увидит уролог. На первом этапе пациент посещает врача-уролога. Происходит сбор данных анамнеза объективного осмотра. И на основании полученных данных пациенту назначается второй этап, который включает в себя лабораторную диагностику, проведение ультразвуковой диагностики мочеводелительной системы мужчинам. Если патология обнаружена, человека направляют в перинатальный центр областной клинической больницы на дальнейшее лечение. Маршрутизация пациентов выстроена так, что пациент за один день может пройти все необходимые виды исследования, получить консультацию специалиста по их результатам. А в лаборатории светило ищут вирусы в спермограмме и женской флоре. Изучают гормоны. С помощью современной техники они дают надежду тем, кто в будущем хочет услышать главные слова. У вас будет ребенок. В любом случае 99,9% у нас исследования являются точными. Потому что до того, как начать исследование, вся аппаратура проходит калибровку. Пройти бесплатное обследование в поликлиниках по месту жительства может каждый островитянин в возрасте от 18 до 49 лет. Игорь Антипов, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ. Около десятка жителей Юга Сахалина намерены подать в суд на недобросовестную, по их мнению, строительную компанию, которая взялась возводить для них частные дома. Почему сахалинцы считают себя обманутыми, выясняла Алина Достаева. Семья Белоглазовых бьет тревогу. Их современный каркасный дом оказался непригодным для жилья. Из-за возможной ошибки строители стены могут расползти. В одной из спален гигантская трещина. Строительство должно было закончиться в декабре 2023 года, в конце декабря. Приблизительно в это же время мы обнаружили существенные недостатки по дому. Обратились к эксперту, чтобы он провел изначально осмотр. После чего была написана претензия. Несколько раз вызывали нас на диалог, но никакому конкретному решению мы так и не пришли. Получается, в претензии они нам отказали. Дом Елены Дракиной из-за некачественной отсыпки неустойчив. А влагозащитное покрытие крыши уложено не той стороной. На полу от протечки разрослась плесень. Нам пришлось делать досудебную экспертизу, которая выявила значительные дефекты, которые тоже нужно было исправлять. Все эти дефекты не были исправлены. Мы от них еще требовали план по устранению дефектов, чтобы мы понимали, как и что они будут устранять. План дефектов нам не предоставили. В связи с чем, по окончанию срока договора мы подали на них в суд. У застройщика иной взгляд на ситуацию. Некоторые пострадавшие оказались бывшими сотрудниками организации, открывшими идентичную компанию. Конкуренты борются разными способами, красивыми, в честной борьбе, некрасивыми, поливая грязью других. Мы по мировому настроены ко всем клиентам. Мы всегда делаем все рекомендации, мы работаем с экспертами. У нас даже заключены договора были, когда мы делали исправление с независимым стройконтролем. Мы открыты для всех, наш офис открыт. Мы всегда на месте, мы нигде не прячемся. Без третьей стороны в конфликте разобраться не выйдет. Желающим добиться справедливости придется запастись терпением. Если это конкуренция, то это только, насколько мне известно, один человек. Остальные люди – это реальные клиенты, которые пришли в компанию за строительством дома. Был заключен договор строительного подряда. У 90% из них кредиты и денежные средства. Нам нужно будет обращаться в экспертизу, федеральное экспертное. Заключение эксперта делать в соответствии с домом Весмите. Что не так с этим домом? Расчеты. Как отмечают юристы, поставить точку в такой ситуации сможет только суд. Алина Достаева, Александр Лавриненко, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Первую в этом сезоне красную рыбу добыли в Северокурильском районе. Рыбопромышленные предприятия выловили почти 7 тонн горбуши и более 9 тонн киты. Полтонны свежего лосося бесплатно раздали местным жителям в рамках проекта «Доступная рыба». Довольны ли вы вообще в целом проектом? Конечно, очень. Смотрите, а что будете готовить с рыбой? Ну, сегодня первая рыба будем жарить. Мероприятие прекрасное, нужное. Сварим уху. На уху хватит для рыбки. Была бесплатно предоставлена красная рыба для жителей Северокурильского района. С начала года предприятиями рыбопромышленного комплекса было предоставлено населению 4,5 тонны белой свежевыловленной рыбы. А с сегодняшнего дня объем бесплатной рыбы, предоставленной населению, пополнится и красной рыбой. Напомню, проект «Доступная рыба» реализуется в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Регулярно жители всех муниципалитетов области могут приобрести сезонную рыбу с минимальной наценкой. Четыре некоммерческие организации в регионе выиграли президентские гранты, чем привлекли в улучшение социальной сферы области около 7 миллионов рублей. На радио «Комсомольская правда» обсудили проекты некоммерческих организаций, которые будут реализовываться за счет государственного бюджета. Например, «Центр Радуга» выиграл миллион рублей на проект «Передышка». В нашем центре у нас есть помещение. Мы недавно в сентябре получили от администрации целых два кабинета. И в этих помещениях мы планируем организовать досуг детей для того, то есть самая главная цель – разгрузить наших мамочек, детей-инвалидов, которые, приводя детей в наше учреждение, могут спокойно заняться своими делами. Будут работать с целевой группой как раз-таки по теме социальной. В этом году, как подчеркнул фонд президентских грантов, основная тема победителей проектов – семейная направленность. Также грант получил Центр молодых инвалидов «Сами», который помогает людям с ограниченными возможностями найти работу. Воспитанники реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок» продолжают оказывать помощь фронту вместе с воспитателями и серебряными волонтерами. Дети плетут маскировочные сети, вяжут предметы одежды и пишут письма солдатам. Елена Лиим наблюдала за процессом. Десятки воспитанников Центра «Маячок» давно знакомы с тем, как вязать маскировочные сети. Но некоторые делают это впервые. С охотой на помощь пришел Роман Викуленко. Мне рассказали, что надо вязать сеть и как ее вязать. Просто завязать узелок на свободное место. Я ее завязал. Дело это не хитрое. Ребята знают процесс от начала и до конца. И делятся опытом. Надо взять полоску, чтобы завязывать. Завязать желательно два раза, чтобы ничего не развязывалось. Ребята не ограничиваются таким видом помощи спецопераций. Многие делают обереги, вяжут носки и изготавливают окопные свечи. Я рисую рисунки, например, которые отправляют военным, чтобы было радостнее, что о них кто-то тоже думает, помимо от родных. Чтобы им была такая мотивация, что надо защищать. В работе часто помогают серебряные волонтеры. Они обеспечивают всех желающих необходимым материалом. Эти сети, их было более 200 штук, привезли нам, волонтерам. Каждый наш волонтер муниципального совета добровольчества принес домой. Стирали их в ванной. Столько там было израсходовано шампуня, мыла. Такое взаимодействие благотворно влияет на реабилитацию детей. Очень полезна на самом деле такая работа. Дети вовлекаются обо всю историю. Мы не скрываем то, что происходит. Говорим детям доступным, понятным языком. Дети поддерживают участников специальной военной операции. И они понимают, для чего они все это делают. Весь груз собирает пункти приема. Оттуда он направляется в зону спецоперации. Это стало возможным благодаря проекту «Сопричастность». С начала 2024 года уже более трех тонн помощи было собрано в этом пункте сбора помощи. И отправлено в зону ИСВО. В ближайшее время волонтеры планируют отправить очередной груз. Большая часть посылок – адресные. Елена Лим, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. В областном центре продолжается работа над художественным оформлением фасадов зданий в рамках творческого проекта «Взгляды». К дню города улицы Южно-Сахалинска украсит около 50 тематических работ. Приняли решение, что все-таки пригласить художников и провести такой большой масштабный, можно сказать, мирового уровня конкурс и отобрать лучшие работы, которые у нас разместят на фасадах. Для людей, конечно, это очень будет приятно. Это и благоустройство, городская среда, это и развитие туризма. Художники в рамках этих тем выбирали себе фасады, объекты, которые им были интересны, и уже создавали эскизы, основываясь на тематике общего конкурса и темы этих экскурсионных маршрутов. Естественно, жюри как раз и оценивало сам уровень художника на основании портфолио, оценивали качество проработки с визуальной точки зрения, качество раскрытия самой идеи, концепции и то, как эта работа архитектурно вписывается в пространство. В рамках программы на творческий конкурс поступило более 300 заявок от художников из российских и зарубежных городов. Экспертное жюри отобрало более 35 эскизов победителей. Художественные работы планируется завершить к сентябрю. Машины на газомоторном топливе, электромобиле и каршеринг в Южно-Сахалинске на следующей неделе пройдет Дальневосточный форум экологичного транспорта. Кто примет в нем участие и какие вопросы будут обсуждать, рассказал восполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Совсем скоро у нас в регионе состоится форум экологического транспорта. Что это за мероприятие, кто примет участие и какие вопросы обсудим? Да, Михаил. 26 июня состоится форум экологичного транспорта. В нем примут участие представители Организации Объединенных Наций, представители субъектов Дальневосточного федерального округа. Приглашаем однозначно федеральные министерства, приглашаем экспертов в отрасли, производителей техники, производителей оборудования для переоборудования автомобилей на газомоторное топливо. И приглашаем компаний, которые готовы открывать сервис-центры по обслуживанию и переводу автомобилей на газомоторную технику. Вы сказали представители ООН, прям ООН? Эската есть такая организация, это как раз часть ООН, входящая в ООН организация, которая курирует и продвигает развитие транспорта на экологичных видах топлива. Ну и вот, собственно, о развитии у нас в регионе. Какие перспективы вы видите и как сейчас развивается у нас инфраструктура альтернативных вот этих видов транспорта? Альтернативные виды транспорта, наверное, мы можем разделить на две составляющие части. Это перевод на газомоторное топливо и электрическая тяга. Если говорить о газомоторном топливе, то в настоящее время в регионе действует три стационарных автозаправки и две передвижных. В этом году на Питерском экономическом форуме подписано соглашение с Газпором газомоторное топливо. В регионе дополнительно будут установлены три мобильных, так называемые, паксы. То есть это заправки, которые будут заправлять как гражданскую технику, так и какую-то коммерческую. Они ориентированы на какие муниципалитеты будут? Это южная часть, это Анивский район, Южно-Сахалинск, это Корсаков, это вот, скажем, южная, где наиболее сосредоточены сейчас и жители, и автомобили, использующие эти виды топлива. И вторая часть, это электрическая? Это электрическая часть. Здесь Сахалин впереди многих субъектов. Я не говорю про дальневосточный федеральный округ, говорю в целом. В настоящее время в Южно-Сахалинской агломерации создано 340 заправок на более чем 500 портов. То есть это позволяет, и на сегодняшний день зарегистрировано порядка чуть больше 400 автомобилей только на электротяге. То есть это не гибрид, это чисто электротяга. То есть в настоящее время создана структура, что каждый владелец электрического автомобиля может поставить на зарядку на ночь его. Но условия для развития, это ведь не только инфраструктура, ее создание, это еще и предоставление ряда льгот, которые у нас есть в регионе. Давайте напомним, какие они есть. Да, Сахалин отличается от многих субъектов тем, что если мы говорим про физические лица, это до 150 тысяч и до 100 процентов компенсации на переоборудование. Я напомню вот такой момент. Многие опасаются, что переоборудование приведет к... Это небезопасно, это наличие газового баллона в автомобиле. Если это делать в авторизированных сервисных центрах и раз в год проводить требуемое техническое обслуживание, мы в любом случае автомобиль раз в год обслуживаем, меняем масло, фильтра, здесь то же самое. То это абсолютно безопасно и опыт нам говорит. Юридические лица, также 150 тысяч, до 10 единиц транспорта в каждой организации. И также предоставляются субсидии на переоборудование сервисных центров для переоборудования. Это до миллиона рублей предоставляется юридическим лицам для создания так называемых постов, на которых можно переоборудовать автомобиль из дизельной или бензиновой тяги в газомоторное топливо. На электрический транспорт для физических лиц тоже есть льготы у нас? Это налоговые льготы. То есть переоборудовать, мы с вами понимаем, что переоборудовать из бензинового и дизельного автомобиля в электротягу, ну это внесение существенных изменений в конструкцию транспортного средства. Льготы по налогу, да, то есть это есть, конечно. Ну и тоже относительно недавно у нас в регионе запустили электрокаршеринг. Как вот сейчас с ним, как идет развитие? В настоящее время очень интересный эксперимент, который сейчас уже выходит за рамки эксперимента и становится, в моем понимании, обыденностью. Если первые месяцы, да, это была игрушка и просто попробовать, а как так, ну что это, с чем это едят, как говорится, то в настоящее время это действительно востребованная услуга. И если смотреть по использованию каршеринга, то есть Сахалинская область, здесь впереди всего Дальневосточного федерального округа, средний пробег автомобиля в сутки составляет более 100 километров. Это говорит о востребованности, и поэтому сейчас прорабатывается вопрос, решение уже найдено. Русгидро подтверждает, что еще дополнительно 30 автомобилей именно электрокаршеринга будет доставлено в Сахалин в этом году. А сейчас сколько? Около 10. Дмитрий, спасибо. Сферия успешного развития. Спасибо большое, Михаил. Это еще не все новости. Продолжим после короткой рекламы. Лето продолжается, а пляжный сезон еще не открыт. Насколько подготовлен к сезону один из самых популярных пляжей в Яблочном, выяснял я, Яков Морозов, и об этом расскажу вам через несколько минут. Музыка – это искусство, которое никого не оставит равнодушным. Романцы известных русских классиков, шлягеры, хризантемы в лунном свете и другие, исполнили лауреаты и дипломанты дальневосточного тура международного конкурса русского романца «Романсиада». Подробнее об этом расскажу я, Эльвира Хан. Забота, защита, уважение. Продукты питания с минимальной наценкой. Экономить на продуктах питания жителям Сахалинской области помогают торговые точки эконом-формата. Главное преимущество социальной торговли – это низкая наценка на продукты питания. Не более 15%. В списке продуктов по социальной цене – хлебобулочные и макаронные изделия, мясная продукция, консервы, сахар, соль, яйцо, чай, овощи и фрукты. Всего на Сахалине и Курилах действует 771 торговая точка эконом-формата. 154 социальных магазина. 491 ферменная торговая сеть сахалинских производителей. 126 передвижных объектов торговли. В 2023 году в Сахалинской области провели 13 223 ярмарки. Проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лемаренко. Сортировать отходы в домашних условиях легко и просто. Для этого потребуются два ведра. В одном будут скапливаться пищевые отходы, в другом – пластик, металл, стекло. Чистое сухое вторсырье не имеет неприятного запаха, поэтому может храниться долго. После чего отсортированные отходы можно будет отнести в бак сетку во дворе. Самое главное – подготовить вторсырье к сдаче. К примеру, бутылку из-под растительного масла или бытовой химии перед утилизацией необходимо тщательно промыть моющим средством и высушить. Сахалинские пляжи активно готовятся к сезону. На одном из самых популярных на юге острова побережье в селе Яблочное Холмского района территорию оборудуют кабинами для переодевания, душевыми и туалетными модулями. Когда завершат работу, выяснил Яков Морозов. Моросящий дождь, туман и плюс 14 – такова сегодняшняя картина на Холмском побережье. В селе Яблочном купальный сезон еще не открыт, но работы по подготовке территории кодуха граждан уже активно ведутся. Закупают необходимое оборудование, береговую линию готовят генеральные уборки. В 2024 году в рамках благоустройства запланировано устройство парковки для автомобильного транспорта, обустройство территории входной группой, деревянными настилами и дорожками для удобного передвижения, а также для отдыхающих с колясками и с маленькими детьми. Помимо этого будут установлены зонты-шезлонги, душевые кабины с современным оборудованием. Сотрудники Роспотребнадзора уже проверили соответствие воды с санитарным нормам. Здесь она пригодна для купания. Все необходимые разрешения на использование пляжа уже получены. Это излюбленное горожанами место притяжения. Всегда, каждое лето, каждый хороший погодный денек все стараются сорваться туда, покупаться. Ведь солнце, море, песок, все это любят. Плюсы нашего пляжа, ну, во-первых, это удобный подъезд к нашему пляжу. Во-вторых, он оборудован вполне себе неплохо. Есть лежаки, есть какой-то фастфуд. Зона отдыха в Яблочном пользуется популярностью не только у хамчан. Понижаться на чистом песке, приезжают со всех уголков Сахалина, встречаются гости с материка. Береговая линия здесь длинная и достаточно широка. Это позволяет одновременно находиться большому количеству людей и чувствовать себя комфортно. Несмотря на то, что календарное лето продолжается, в полном объеме мы его еще не ощущаем. Остается дождаться теплых деньков, солнца и долгожданного отпуска. Ягов Морозов, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ. В Сахалинском областном центре народного творчества прошел гала-концерт дальневосточного тура международного конкурса русского романса «Романсиада». Для участников подготовили по пять номинаций в двух группах – профессионалы и любители. Эльвира Хан продолжит. Учитель настояла, что на пятый этаж нужно занести пианино. Так и начался музыкальный путь Ярославны Калашниковой. Девушка поет с ранних лет. Она сама пошла в музыкальную школу, потом поступила в Санкт-Петербургский университет культуры, который окончила с отличием. Сейчас Ярославна – солистка эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Всегда обожала классическое направление, академическое пение, в том числе и романсы. В Санкт-Петербурге я стала лауреатом третьей степени на конкурсе Рахманинова-романцев. Поэтому с удовольствием вернулась на остров и продолжаю эту культурную нить уже долгие годы. На большое событие приехали важные гости. Обладательница премии «Национальное достояние России» Ирина Крутова и заслуженная артистка Российской Федерации, основатель и художественный руководитель конкурса Галина Преображенская. Звезды русской эстрады также выступят на сцене в рамках концерта «Московский романс» на Дальнем Востоке. Вы знаете, вообще конкурсу «Романсиада» 28 лет в этом году. Это огромное, масштабное, самое авторитетное романсовое состязание России. И у конкурса огромная география. Вот впервые Дальний Восток получается, Сахалин даже, уже край страны нашей прекрасной. Перед тем, как пройти финал и принять участие в галоконцерте Дальневосточного тура, артистов ждали два этапа. В первом конкурсанты исполняли романсы русских композиторов-классиков 19-20 веков. Во втором туре участники выбирали романс другого жанра – салонный, цыганский, актерский, бытовой. Вижу, как волнуются сами артисты. Это нужно для артиста, потому что многие артисты сказали, «Господи, почему раньше такого не проводили? У нас появляется какая-то конкурентоспособная среда». В общем, я не вижу минусов, я вижу только сплошные плюсы. И очень рад, что Южно-Сахалинск стал центром притяжения на Дальнем Востоке русского романса. Конкурс проходит не только на территории России, но и за ее пределами. Сахалин открыл отборочный этап, далее пройдут концерты по всей стране. И в декабре лучших ждут на финале в Москве. Сахалинская сборная завоевала медали всех достоинств в легкой атлетике на Спартакеаде специальной Олимпиады России в Москве. В четырех дисциплинах себя показали сотни спортсменов с ограничениями по здоровью из 34 регионов страны. Обзор спортивных событий подготовил Игорь Антипов. Цена победы высока, потому и эмоции зашкаливают. На дистанции 25 метров серебро и бронзу добыли Полина Захарова из Долинска и Максим Зазуля из школы летних видов спорта имени Эрика Комнацкого. Два золота на дистанциях 400 и 800 метров достаются Южно-Сахалинцу Сергею Тишкину. Третье место нам приносит и командная эстафета 4 по 100. На пьедестал зашли Карина Воробьева, Кира Богданова, Егор Стрекун и Сергей Тишкин. Следующая спецолимпиада запланирована на конец ноября в Красноярске. Спортсменов с ограничениями по здоровью ждут лыжные гонки и забеги на снегоступах. Показали себя земляки и на Камчатке. Это были матчи шестого тура дальневосточного первенства юношеской футбольной лиги. В возрастной группе Ю-16 воспитанники спортшколы Сахалин со счетом 3-1 одолели местный вулкан. Дружину с аналогичным названием земляки нокаутировали и в группе Ю-18. Матч завершился в сухую 3-0. По игре в принципе все хорошо. Моментами надо было забивать, в том числе и мне. Могли больше, но тоже счет вполне хороший. Победную серию ФК Сахалин в рамках 11-го тура первенства России, 2-я Лига Б единственным голом прервала команда «Динамо» из Владивостока. В первом тайме хорошо разыграли стандарт. Бизин не попал. Могла игра сложиться по-другому. В первом круге остается сыграть с двумя московскими дружинами. Это «Химки-М» и «Композит». Впереди длительный вояж на материке. А летающие лыжники открыли летний сезон. Региональные соревнования по прыжкам провели на трамплинном комплексе «Высота» школы зимних видов спорта. Соперничество развернулось на сооружениях мощностью 20 и 30 метров. Совсем скоро сборная области отправится в Нижний Тагил на всероссийские старты. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. 28 юных островитян вошли в состав дальневосточной сборной, которая примет участие в международных играх «Дети Азии-2024». В этом году соревнования по летним видам спорта пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Сейчас спортсмены активно готовятся к состязаниям. Сейчас настрой с каждым днем все лучше и лучше, потому что больше уверенности в себе после тренировок появляется. Поэтому настрой только побеждать. Перед поездкой на масштабные соревнования со спортсменами встретился губернатор Валерий Лимаренко. На «Дети Азии-то едем мы». Зачем? Подождать. Отлично. Спорт делает человека волевым, организованным. В этом году участниками игр в Якутске станут более 3000 юных спортсменов из стран Азии и регионов России. Напомню, Южно-Сахалинск становился столицей соревнований в 2019 году. Эти и другие новости доступны на нашем YouTube-канале, а также на портале «Сахонлайн». У меня на этом все. Спасибо за внимание. До встречи. Спайс. Ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту. Лесные пожары возникают по вине человека. Остановить и победить огонь призвание сильных. Лесные пожарные авиалесоохраны Федерального агентства лесного хозяйства. Надежный щит российского леса. Коммунальные услуги требуют своевременной оплаты. Если платеж совершен не в установленные сроки, указанные на квитанциях, то потребителю начисляется пеня за каждый день просрочки. Поэтому сахалинцам и курильчанам необходимо оперативно оплачивать счета или возникшие долги. Для расчета можно воспользоваться официальным сайтом ГИС ЖКХ, отделениями банков или Почты России. Кроме того, оплату принимают и непосредственно в коммунальных компаниях. В случае уклонения от оплаты к потребителю будут применены штрафные санкции вплоть до полного отключения услуги. Важно помнить, предоставление качественной услуги и своевременная оплата за нее зона взаимной ответственности, ресурсоснабжающих предприятий и собственников жилья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok